Дмитрий Ильич, Вы что-нибудь можете сказать про молодых гвардейцев? Молодогвардейцев, да, имеется в виду? Музей есть в Краснодоне, если я не ошибаюсь, в Луганске. Я изучал не только сам роман Александра Фадеева «Молодая гвардия», который, к сожалению, грешит огромными неточностями и во многом придуман. Я изучал, что происходило в Краснодоне тогда. Ребята «Обман» и Александр Фадеев, застрелившийся в 1956 году, сделал это и по этой причине тоже. Он был первым секретарем Союза писателей СССР. С его легкой руки многие писатели были расстреляны, отправлялись в лагеря. И в 1956 году реабилитированные они стали возвращаться. И он не мог это вынести. Он, видимо, был совестливым человеком. Проснулась совесть. Он сильно пил и наложилось то, что стали возвращаться эти люди, которых он сдавал. И он понимал, что история с «Молодой гвардией» в основном придуманная. Как придуманная история с героизмом киевских «Динамовцев», которые играли матчи смерти. Как придуманная история с героями-панфиловцами. Ну куда деваться? Работала пропаганда. Куда деваться? В Краснодоне тела из увеченных молодогвардейцев из шурфа доставали. Они действительно боролись с фашистами. Где неправда? Неправда в том, что, во-первых, насколько я знаю, но это надо проверять. Пожалуйста, вот сейчас не примите мои слова как истину в последней инстанции. Во-первых, там Фадеев переписывал этот роман, потому что не была отражена роль коммунистической партии. То есть ему пришлось переписывать это. Во-вторых, были моменты такие, что Фадеев, когда приехал в Краснодон писать роман, он остановился у матери Олега Кашевого. У него с ней был роман, и поэтому он вывел Олега Кашевого как лидера молодогвардейцев. На самом деле было не так. В-третьих, он назвал предателями людей, которые на самом деле не были предателями. Не помню, Туркенич или кто-то. Нет, там парень был с такой фамилией. Всегда говорили, что он предатель, а он таким не был. В-четвертых, надо проверить, за что эти ребята были замучены. За свою подпольную комсомольскую деятельность или за что-то другое. Точно так же, как за что убили киевских динамовцев. За воровство хлеба на хлебозаводе или за матчи с фашистами. Тут много есть таких моментов. Дмитрий, добрый вечер. Что думаете о выборах в Беларуси 2020 и какие ваши прогнозы на предстоящие выборы? Спасибо. Думаю, что батька не уступит своих позиций. Во всяком случае, я исхожу из того, что я не вижу сегодня никого в Беларуси, кто мог бы быть вместо батьки. Ну, если бы он появился, я бы сказал об этом. Дмитрий, спасибо за трансляцию. Путин самый великий политик последних 20 лет в мире. Если отбросить вопросы морали, хорошо он на все влияет или нет? С точки зрения того, если отбросить вопросы морали, конечно, Путин выдающийся политик. Однозначно. Насчет великий не знаю. Все-таки история решит, великий или нет. А вдруг спустя годы окажется, что все, что он делал, было неправильно. Знаете, Ленин тоже был великий. Великий Ленин. Сколько я себя помню в детстве, Ленин был велик. А потом мы стали узнавать шокирующие подробности. Оказывается, революцию он сделал на немецкие деньги, был агентом немецким. И так далее, и так далее. И сколько миллионов жертв на нем из-за гражданской войны. Поэтому история скажет, кто великий, кто не очень.